Сера! Товарищ полковник заременного дежурства, происшественник учелась оперативно дежурного майора Масленникова. Вольно! Так здесь начинается каждое утро. Это региональное управление Росгвардии. Начальника ставят в известность об оперативной обстановке в городе, регионе и местах командировок сотрудников. Исходя из этого, строят планы работы и принимают решения. В это время подчиненные тоже выполняют свои задачи. Некоторые из них рутинные. Заряжай огонь! Каждый сотрудник Росгвардии, независимо от должности, обязан метко стрелять. Ольга работает бухгалтером больше 20 лет. Когда сформировалась Росгвардия, она перешла с гражданской работы в структуру и заключила контракт. Кроме компьютера и калькулятора, здесь ей выдали форму и пистолет. Когда училась, даже не предполагала, что стрельба из огнестрельного оружия станет частью ее работы. У нас по плану проходят плановые стрельбы и также финансовый отдел участвует в этих стрельбах. Вообще не свойственно для бухгалтерии? Не привычно было? Нет, конечно. Учились, нас учили, показывали, рассказывали. Начинали. Когда-то не попадали, сейчас на пятерки сдаем. Ведомство создавалось, чтобы повысить эффективность работы правоохранительного блока. В Росгвардии пять направлений. Спецназы, ОМОН и СОБР, ведомственная охрана, патрулируют города и охраняют различные объекты. Государственный контроль и лицензионно-разрешительная система. Регулируют легальный оборот оружия и следят за объектами топливно-энергетического комплекса. Пятое – авиационный отряд. Он помогает бороться с терроризмом, оказывает содействие МЧС, полиции и другим службам. Многие бойцы выполняют задачи в других регионах. С первых дней начала специальной военной операции. Наши спецподразделения участвуют частью сил и средств при проведении специальной военной операции. Также задачи все выполнены. Более 20 государственных наград получили наши бойцы. Это и ордена мужества, медали за отвагу, медали ордена заслуги бюроотечества, медали за отличие в охране общественного порядка. В этом году Росгвардия обеспечила безопасность 300 мероприятий. По сигналу тревогов неведомственная охрана выезжала больше 5000 раз. Проверено 47 тысяч владельцев оружия. За нарушение пришлось изъять тысячу стволов. ОМОН и СОБР провели более 800 спецмероприятий. За различные преступления задержали более 200 человек. Алексей Козлов, Сергей Кондаков и Андрей Харькин. Тюменская служба новостей.